Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем доброе утро, добрый день. Всех с понедельником дождливым. И, может быть, таким пасмурным немножечко, но надеемся, что поднимем ваше настроение. Сегодня программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Есть поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Но бывает так, что и стремление само к счастью может сделать человека несчастным. Каким это образом? И нет ли здесь парадокса? Парадокс, наверное, есть, но кажущийся, как обычно, с парадоксами. Ну, наверное, мы, если повспоминаем, наверное, на протяжении какого-то 20 века или незадолго до того, как-то появилась мысль, ну, человек обязан быть счастливым. Ну, вспомню классику. «Человек рождён для счастья, как птица для полёта». Потом фраза, которую какое-то время назад считал своим долгом опубликовать масса женщин в социальных сетях. «Женщина должна быть счастливой, а больше она никому ничего не должна». Вот «должна быть счастливой», «счастье как долг» – это имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней передаче. Откуда она взялась? Как всегда, западные психологи провели исследование. Есть так называемый «мировой индекс счастья». То есть там страны расположены по уровню, как в среднем люди в них считают себя счастливыми или нет. И психологи провели исследования во множестве стран, точнее, даже где-то в сорока из этого списка. Ну, и начали они с самых таких на слуху. Ну, например, Дания. Считается, что это очень счастливая страна. От датчан пошёл этот принцип «хюге», так называемый, что для счастья нужен комфорт, нужен уют, нужны добрые слова, тёплый плед, кружечка, кофе с булочкой. Такие вот простые человеческие радости. Не надо стараться впечатлить окружающим своим богатством, не надо ставить какие-то невероятные цели и рваться на части по пути к этим целям. Уют, спокойствие, комфорт. Кроме того, как мы знаем, что Дания – это страна с очень высоким уровнем социальной защищённости. Там большие налоги, очень много идёт всё на образование, на здравоохранение. То есть, казалось бы, страна, которая должна быть счастливой. И что заметили исследователи? Да, наверное, многие люди живут в таких странах, ощущая себя счастливыми, что и следы запросов. Но среди этих людей попадаются другие люди, которые ощущают, что быть счастливым, не испытывать горести и печалей – это как национальный лозунг, это как обязанность. Кругом довольные и счастливые люди. Все от тебя ждут того же самого. И ты ощущаешь давление со стороны общества, что ты просто обязан быть счастливым. Если тебе не совсем хорошо, ты не такой, как все. Ты как будто подводишь всех вокруг. Ты подводишь… Как двоечник, да, который портит вообще… Я когда прочел эту статью, у меня сразу пришла новая история из моей практики. Много лет назад я был пациент, молодой, хороший парень, но очень с тревогами, со страхами, с неуверенностью в себе и так далее. Если вы помните, когда-то были тренинги, лайфспринг и тому подобное. Ему кто-то из его друзей сказал, что ты пойди туда, три дня или пять дней тренинга, и жизнь твоя изменится просто магически. Я пошел, думаю, надо. Смотрю, все ходят вокруг, все улыбаются, все друг с другом здороваются, обнимаются, а я как-то не одиноко. Он подумал, дай-ка я тоже начну улыбаться. Ну, надо улыбаться, чтобы от всех не отличаться. Говорит, через два часа у меня от улыбки заболело лицо. Это поддержание, это напряженное улыбки, лицо стало буквально с пустого болеть. И вот когда все вроде счастливы и все улыбаются, а ты все равно несчастен, тогда на меня накатила настоящая депрессия, потому что я почувствовал себя безнадежен, потому что я понял, что если все способны, а я не могу, значит, что-то действительно совсем не так. И с ним мы дальше работали и занимались. Но в общем, эта история отражает то, что наблюдали психологи. Они исследовали по нескольким категориям людей. Во-первых, чувство эмоционального благополучия, потом чувство такого, как называли это, когнитивного благополучия, то есть когда ты логически понимаешь, что у тебя в жизни все хорошо. Ты понимаешь, что тебе хорошо, что у тебя все правильно, все устроено и так далее. И дальше следующий критерий был клиническое благополучие, то есть наличие у тебя проблем настроения, психологических проблем и так далее. И вот когда по этим критериям исследовали то ли 8, то ли 10 тысяч человек, обнаружили интересную вещь, что есть немалый процент людей, которые именно в силу того, что они чувствуют, что они должны, и что якобы все, что их ждет, что они будут счастливы и довольны, у них не получаются, именно тогда у моего пациента возникают серьезные проблемы с настроением. Это в Дании все, да? Это в Дании и в других странах тоже. Это мы говорили в Дании, в Австралии, еще где-то. Какое-то большое количество материалов довольно-таки было. И вот тогда начались проблемы клинического характера. То есть депрессия, высокий уровень тревоги, высокий уровень стресса, панические атаки и тому подобные вещи. То есть в какой-то момент мы понимаем, что при общем количестве людей, которые считают себя счастливыми, декларируют себя как счастливых людей и так далее, кто из них на 100% искренне, это отдельный вопрос. Но есть процент населения, которые ощущают, что принуждают к счастью. Я бы даже вот, я не знаю, почему-то сейчас возникла ассоциация в золотом теленке, вот Астап Бендер, который ощущает себя несчастным на фоне, как казалось бы, всеобщего, но вот такого строительства социализма. Он говорит, а я не хочу строиться, мне скучно строить социализм. Он тоже ощущает какую-то инаковость, то, что он не может проникнуть с этим подъемом. И вот он может быть что-то... Да, и Ильф и Петров пишут о нем с сожалением. Насколько я это прочувствовал, человек настолько вроде бы как одаренный, но при этом он чужой. Вот это из серии, помните, Печорин, лишние люди и так далее. Вот, наверное, Бендер из числа лишних людей. Кстати, о Бендере, я помню, когда-то мне накатило осознание, когда, если помните, есть какой-то момент, когда Бендер разговаривает на привале, где-то у них костер, они говорят с Паниковским и говорят ему, знаете, когда закончится свою жизнь Паниковский? Вы будете лежать в гостинице, старые, небритые, жен бросали, а детей не заводили из экономии. У вас отнимется там нога, полтела, вы будете лежать, никто не пишет вам на помощь и так далее, и так далее, и так далее. И Паниковский уже впал в панику от этого всего. А потом я понял, что Бендер описывает собственное будущее, что так пугает, будущее одинокого жулика, будущее одинокого человека, который ни с кем не мог остаться, который не может принять то, что происходит в его стране, не может ни с кем установить каких-то отношений прочных, и в итоге написывает собственный страх. Не знаю, как у него закончилось, но встречу с Кисом Воробьяном он пережил, как мы знаем, но тем не менее. Так вот, я вообще подумал, вот эта история о счастье, мы вспомним, а как давно появилась концепция, человек должен быть счастлив. Где она? У меня ощущение, что она сравнительно недавняя. Но у людей было чувство, вся была категория долга. Помните знаменитый девиз, делай что должен, пусть будет, что будет. Человек должен выполнять долг перед Богом, перед страной, перед монархом, перед своей семьёй, перед своими родителями. Допустим, в той же Японии, такая категория долга очень всегда была значима. И не выполнять долг, вот история с харакири, то же самое с саппуку, то есть человек, не выполнивший долг, опозорен и мог спастись, только покончив своим мучительным образом, дабы сберечь свою честь. То есть никто в Японии не говорил о счастье. Более того, тот же буддизм, что человек должен прервать эту цепочку перерождений. Никто не ставил себе цели, что должен в этой жизни достигнуть счастья. Ты должен жить праведно, ты должен не грешить, ты должен делать добрые дела, ты должен совершать какие-то богоугодные поступки, и тогда максимум, что тебя ждёт, кончится цепочка перерождений, ты превратишься, сольёшься с великим ничтой, будешь... У нас звонок какой-то? Нет. С великим ничтой, и тогда ты перестанешь испытывать что бы то ни было, и это, наверное, есть счастье. То же самое, что в аварамических религиях. Ты должен бояться согрешить, ты должен одновременно бояться и любить Бога, ты должен выполнять заповеди и тому подобное, и в конце концов, если ты будешь достойным человеком, соблюдающим всё, что ты должен, ты попадёшь в рай, и где-то в раю, очевидно, тебя ждёт то самое счастье. Как это выглядит, никто не знает. Почему-то люди адские муки себе представляют куда лучше, чем райские наслаждения. Ладно, ещё мусульмане добавили в рай 72-х горий, которые как-то дают человеку представление, ну, что такое хорошо. А всё остальное достаточно расплывчато и абстрактно. Так вот, интересно, что идея о счастье недавняя, и смотрите, мне кажется, что если мы вспомним лозунги времён начала светской власти, «железной рукой за комичайство к счастью» или «борьба за счастье всех трудящихся», за счастье у человечества. На сегодняшний день никто не думает о борьбе за счастье кого-то там. Никто не думает, что он в ответе за счастье человечества, нации и так далее. Плохо ли это, хорошо, это отдельный вопрос. Но, тем не менее, мы сейчас все поглощены идеей индивидуального счастья. и мне кажется, это порождает какие-то серьёзные этические проблемы. Ну, начиная с того, что счастье стало каким-то долгом и обязанностью, и тебе неловко быть несчастливым, и заканчивая тем, что это какое-то очень эгоистичное состояние, вы не находите? Ну, в принципе, ведь счастливым человек может быть только, наверное, если его другие считают таковым. Если, ну, всё познаётся в сравнении, когда вот мы смотрим в социальные сети, и там вот, мне кажется, как раз вот такое ярмарка тщеславия, то есть каждый человек, в принципе, должен создать о себе представление как о счастливом человеке, то есть он должен показывать себя только с наилучшей стороны, и показывать улыбающиеся, счастливые фотографии себя на фоне каких-то поездок или, не знаю, там, занятий. Если это медитация, то обязательно каким-то подчеркнуть, что вот я нашёл себя, я обрёл своё счастье. Может быть, в этом, это может быть, ну, вот я говорю, или материальный достаток, или какие-то вот декларируемые какие-то вот состояния счастья через что-то другое. Кстати, вы совершенно верно заметили, психологи, проводившие исследования, указали, что социальная сеть один из мощных инструментов, которые людям дают ощущение, что с ними что-то не так. То есть кто-то бесконечно постит тексты, вот это я в моей прекрасной семье с фотографиями, это я в моём прекрасном путешествии, это я наслаждаюсь счастьем и спокоен. Мне всегда кажется, что счастье так настойчиво и навязчиво декларируемое, оно вызывает большие вопросы. Когда человек счастлив, он не кричит настойчиво на каждом углу. Когда человек счастлив, он не проглашает для всеобщего сведения. На самом деле, мне кажется, счастье интимное переживание, как большинство глубоких чувств или глубоких эмоциональных состояний. Даже вот фраза «счастье любит тишину» очень такая популярная. Например, например, о том же счастье, помните, конец пикника на обочине у Стругацких, где главный герой этот, Шухарт, идёт с мальчиком туда, где этот шар в одвешен к счастью, мальчик, который с криком «счастье для всех, пусть никто не уйдёт обиженным», идёт к этому шару и погибает по пути. Это, мне кажется, очень важная метафора. Человек, который идёт за счастьем для всех, в итоге погибает. И в итоге Шухарт не знает, что делать с этим шаром, и он очень растерян, он не понимает, он сделал некое жертвоприношение ради счастья. А зачем-то это из тех книг с открытым финалом, которые оставляют много места для размышлений. Так вот, идея счастья, вот это датское счастье, мне оказалось интересно, что Скандинавия при всём декларируемом счастье, социальной справедливости с достаточно высоким количеством самоубийств по статистике. Лично я на имейл периодически получаю раз в год приглашения датчане отчаянно ищут психиатров по всему миру. Потому что они предлагают очень приличные деньги, массу условий, всё и для вашей семьи, и обучение языку, и жильё, и всё на свете, только приезжайте. Вот, хороший вопрос, от чего страна с таким высоким уровнем счастья ищут психиатров по всему миру. Чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Мне кажется, этот вопрос, который неизбежно мы задаём себе, является ли счастье некой обязательной категории достижения. Вот был роман «Глазами клоуна» известный. Там главный герой говорит, что счастье, которое длится дольше двух минут, для меня пустой звук. То есть некое очень острое состояние. Я понимаю счастье человека, который влюблён, ему платят ответным чувством, и, наверное, он очень счастлив от этого. Я понимаю, счастье человека, который он сам, или кто-то в семье был тяжело болен, спасён и выздоровел. Я понимаю, человек тоже какое-то время очень счастлив. Я понимаю, счастье человека, который вырвался в какую-то, не знаю, Судана или, скажем, талибанского Афганистана, который вырвался куда-то в страну, где он жив, ничто не угрожает его правам, где он имеет возможность работать, кормить свою семью. Это тоже на какое-то время счастье. Что такое декларируемое счастье среднего западного человека? Это интересный вопрос, потому что теоретически современный западный мир живёт в золотом веке. Это то, о чём человечество веками мечтало. Большие войны остались где-то в прошлом. Сейчас тут разговоры о войне, но она пока не так пугающе, не так масштабна. То есть люди сыты, нет в западном мире людей, умирающих от голода. Люди более или менее охвачены медицинской помощью, никто не живёт в руинах и развалинах, за исключением, ну, совсем не знаю. Есть какие-то, наверное, совсем не люди, которым не повезло или нездоровые люди. Но, в общем-то, мы живём в обществе обеспеченном. Как часто говорят люди, холодильник полон, одежда есть, работа есть, чего тебе ещё надо. Более того, такого действительно в истории человечества, наверное, не было периода. Не было. Не было. У тех же Стругацких, по-моему, в «Гадких лебедях», когда главный герой приходит разговаривать с молодыми школьниками, такими интеллектуальными, очень иронично настроенными. Они говорят тоже о счастье. И кто-то ему говорит, а что это? Что такое счастье для вас? Когда человек может просто выпивать и закусывать «квантум сатис», «квантум сатис» – это по-латыни «сколько потребуется», «сколько захочется» в рецептах писали реческую формулировку. И он отвечает, а вы знаете, на протяжении истории человечества было очень мало отрезков времени, когда каждый мог выпивать и закусывать «квантум сатис». Это очень короткие промежутки спокойной, сытой и довольной жизни. Наверное, это имеет отношение к тому же датскому хюгге. Которые уютно, комфортно и так далее. И опять, если я лично примеряю к себе этот стиль жизни хюгге, наверное, это про уют, это про комфорт, это приятно в какой-то свой свободный вечер или день сидеть у тёплого камина с чашкой вкусного чая или кофе, с плюшкой в окружении близких. Наверное, в этом что-то и есть. Вот счастье лет, я не знаю. Это примерно, наверное, как человек, который приезжает в отпуск на тропический остров, ему безумно нравится поваляться на пляже, искупаться в, не знаю, в глазурно-чистой воде, но в какой-то момент, то есть он, с одной стороны, завидует, может быть, местным жителям, но в какой-то момент приходит осознание, что остаться здесь навсегда, вот каждый день проводить вот в этом, как казалось бы, тропическом районе, можно сойти с ума. То есть вот чего-то захочется еще? Кому-то захочется, у кого-то это цель жизни, переехать в теплые края на старости лет, вот как британские пенсионеры переезжают массово в Испанию на старости лет, потому что там тепло, хорошо и жизнь дешевле, чем в Британии. Я думаю, что счастье, вот в чем подвох, скорее всего, с этими людьми из исследования, которые, живя в счастливых странах, начинают впадать в депрессии, чувствуются ущербность, переживать по этому поводу. Я думаю, что счастье, я, конечно, не философ, счастье не должно быть сравнительной категории, оно не может быть абсолютным или относительным. то есть я несчастен, потому что окружающие более счастливы, чем я. Это может возник только тогда, когда ты почему-то думаешь, что он себя сравнит. Должен ли я быть не менее счастлив или не более грустен, чем 90% населения окружающего меня. тут иногда возникает потребность в сравнении, здесь, мне кажется, есть ловушка. И здесь люди начинают страдать. И, кстати, вот это сравнивать себя, это очень частая характеристика тревожных и депрессивных людей. Кстати, возникает вопрос. Люди становятся тревожными и депрессивными, потому что они не соответствуют всеобщей картинке счастья или уже внутреннее это состояние заставляет себя с кем-то сравнивать и в итоге чувств себя еще более несчастным. Так же, как молодой человек, сходивший на тренинг. Кроме того, фраза, которую я часто слышу от моих пациентов. Вот я смотрю на всех вокруг, ну все-то нормальные, у всех все хорошо. Один я такой или одна я такая. По всем-то видно, что у них все прекрасно в жизни. Все спрашивают, а чем-то занимаются все психотерапевты и психиатры нашей страны, если вокруг всех все так хорошо, как вам кажется. Или, допустим, люди, которым и для психического здоровья, и для физического здоровья давно пора пойти за нескольким спортом. И тут же возникает мысль, ну как же я приду в зал, там все такие спортивные, стройные, красивые, а тут приду я тощий, или толстый, или слишком старый, или еще что-то, ну как это? Как на меня все будут наверно, все на меня будут смотреть с жалостью и презрением. И опять это заложено в самом человеке. Его ощущение, что его всегда с кем-то сравнивают, причем не в его пользу. Это относится к данной истории конкретного человека. И вот, наверное, возвращаясь к этому исследованию психологов, все тот же вопрос. Все-таки люди впадают в депрессию от того, что все кругом счастливы, они недостаточно, по их мнению, или у них уже есть задатки к этой несчастности. Но в любом случае, мне кажется, что даже если есть задатки, наверное, ощущение всеобщей картинки, что все должны быть счастливы. Понимаете, вот, причем, если мы посмотрим не только соцсети, посмотрите на рекламы. Я, к счастью, давно не смотрю телевизор, уже много лет, но иногда где-то мелькают рекламы. Ничего не важно, что рекламируют. Бульонные кубики, нижнее белье. Мелькают бесконечно счастливые люди. Счастливые, идеальные семьи с разовощекими детьми, классической мамой и папой, или, не знаю, может, сейчас во времена гендерных революций какие-то картинки меняются. Но на экране все время счастливые люди, которые становятся всеми лучше, богаче, у них лучше кожа, у них нет запаха изо рта, у них новый телевизор, новая кофемолка, новая машина, и все лучатся счастьем. Это тоже вроде искусственный и очень искусственный, очень, я бы сказал, да проститься, очень глупый искусственный мир. Я думаю, он делает свой вклад. Делает свой вклад, потому что когда человек бесконечно сомневающийся в себе видит даже на эти снятые кем-то ролики о всеобщем счастье, ему становится еще хуже. И да, наверное, в первую очередь это ответственность самого человека задаваться этими вопросами. Почему я несчастен, почему мне тревожно, почему мне плохо, где я могу найти помощь для этого, что я могу с ним сделать. счастье, но вот мне кажется, первое, что, наверное, мы должны сделать, это перестать считать счастье к такой относительной сравнительной категории с кем-то, во-первых, во-вторых, признать, что мы имеем право на то, чтобы быть, скажем, не только быть несчастными, но человек, который не испытывает счастья, он еще не является несчастным человеком. Человек, когда он несчастен, когда он в беде, в горести, а все-таки счастье, наверное, острое состояние. Или, как говорят, человек, может, лишь он был счастлив, только уже на смертном адре, вот оглядываясь назад в свою жизнь, он в Монтене об этом писал, и еще многие другие, оглядываясь в свою жизнь, тогда можно сказать, что да, наверное, я прожил счастливую жизнь, или не прожил счастливую жизнь, но бесконечно себя с кем-то сравнить, считать, что я обязан быть счастлив, это всеобщий долг быть счастливым, точно заблуждение. Вы знаете, есть, насколько я прочел, есть понятие абсолютной бедности и относительной бедности, и по обоим, по обеим категориям есть пособие, скажем, той же Германии. Абсолютная бедность, когда тебе нечего есть, когда у тебя нечего злазить за квартиру, у тебя вообще серьезные проблемы. Относительная бедность, когда люди, которые живут вокруг тебя, в целом живут лучше, чем ты. То есть, у тебя тоже есть крыша над головой, у тебя тоже есть машина, может она старенькая, но есть. У тебя есть телевизор, не последние модели, но есть. Ноутбук не самый дорогой, но есть. А ты смотришь вокруг, что у других-то всего больше, лучше, и ты задаешься вопросами, а почему я хуже, а тут вострадаю. Вот насколько я читал в детских источниках, для таких людей тоже есть некоторые пособия, потому что надо беречь их самооценку, надо, чтобы им тоже было не хуже, чем остальным. Есть такие интересные, например, я точно знаю, что в Америке есть такие социальные лотереи. Для людей с низким доходом разыгрывается право жизни в дорогих домах. Вот у меня есть знакомый в Нью-Йорке, он человек с невысокими доходами, он выиграл в этой лотереи, живет в центре Манхэттена, в многоэтажном здании с видом на гудзон, в здании, в котором жили какие-то знаменитости и звезды, и платит он за нее как какую-нибудь квартирку в Бруклине. Это тоже такое интересное представление. А он на какое-то время короткое или... Нет, он уже много лет так живет. Он уже много лет так живет. Наверное, в этом есть какие-то интересные такие вот лотереи счастья. Человек может позволить себе вдруг получить вот такой подарок от судьбы и, невзирая на невысокие доходы, наслаждаться жизнью в таком месте. Нам пришло тут сообщение только что в центре Риги мимо меня проехал на велосипеде голый человек в одних шортах и мутсах. Ну, это действительно есть такой вот персонаж, которого я тоже... Их даже два, по-моему. Часто встречаю его в центре Риги, у него было абсолютно счастливое лицо, несмотря на ветер и мокрый снег. Возможно, человек, который живет... Может, он йог, и живет какими-то своими внутренними ценностями, отличными от всего вокруг. Может, он невероятно физически закаленный человек. Не знаю, но я даже не знаю, счастлив ли он, честно говоря. Представляете, потому что он едет голый, посреди метели, улыбается. Возможно, счастлив в данный момент. В любом случае, это, наверное, увидеть это интересно и примерить на себя этого человека, даже хотя бы пофантазировать о том, почему он такой, тоже интересно. Вот у Пелевина, я сразу вспомнил рассказ Столыпин, он назывался «Про Столыпинский вагон», где тоже вот идея рассказа была в том, что очень богатые люди, которым приелось их богатство и которые уже перестали получать удовольствие от этого богатства, они сознательно помещают себя, то есть для них снимается, делается огромный такой аттракцион, их помещают как заключенных в Столыпинский вагон с настоящими уголовниками, и они должны испытать весь этот, простите, запах параши, все эти какие-то угрозы. Я читал, пройдя через это испытание, они вдруг могут насладиться снова вот этими изысканными, там, по-моему, даже так было сказано, что самое обычное вино покажется просто изысканным после того, как там поели просто мутной водой, а уж тогда каким должно показаться им наслаждением вот какое-нибудь там вино, урожая какого-то там редкого года? Ну, во-первых, это даже не выдумка Пелевина, я уже несколько лет назад читал заметку о том, что в Корее люди специально покупают за деньги возможность посидеть в тюрьме, их помещают в тюремную камеру со всем, скажем так, аскетизмом пребывания в тюрьме, в изоляции от средств массовой информации, или каким-то образом начинают после этого перезагружаться и ценить жизнь. Кроме того, я знаю людей вполне себе обеспеченных, которые выбирают себе очень экстремальные маршруты для туризма, для поездок, они испытывают серьезные тяготы, иногда даже с некоторым риском для жизни, но они избегают, они не берут себе, не знаю, вертолеты и тому подобные вещи, они предпочитают полностью прочувствовать на себе все тяготы. Наверное, это тоже дает какой-то вкус к жизни дополнительный. Вот это опять это некая несравнительная история, это объективная история. Человек живет свою жизнь не глядя на окружающего, он переживает свой собственный экзистенциальный опыт, он переживает все эти ощущения холода, не знаю, страха, чувства риска и тому подобное. Мне кажется, это очень интересная привычка и точно заслуживающая уважение. Наверное, надо как-то резюмировать нашу сегодняшнюю историю. Во-первых, наверное, никто никому не вправе указывать, что такое счастье и как кому стать счастливым. Кстати, насчет указывания во всех магазинах полно книжек по саморазвитию, self-help, так называемый, где очень много указаний, какими надо стать счастливым. говорил тот же Пелевин, основной результат тренинга по НЛП это доход ведущего тренинга по НЛП. И эти книжки, наверное, тоже действуют людям на нервы, периодически, может, я как-то неправильно живу. Так вот, я думаю, ощущение, что такое быть счастливым, каждый человек, если захочет, должен вынашивать и осознавать для себя самостоятельно. для этого есть, не знаю, философия, психология, для этого есть понимание себя. Для этого точно не нужны никакие гуру, я думаю. Для этого точно не нужно сравнение себя с соседом, для этого точно не нужны социальные сети. И мне кажется, социальные сети, у них есть свои явно позитивные стороны, но точно когда человек хочется с завистью изучать, как кто хвастается тем, как прекрасна его жизнь, всегда стоит задаться вопрос, а почему человек так хвастается, как прекрасна его жизнь? Не достаточно просто наслаждаться, этим нужно сообщить всему миру, смотрите, люди, как я счастлив. Когда человек что-то очень подчеркивает, вся возникает масса сомнений. Поэтому, мне кажется, мы не обязательно должны быть счастливыми. Мы сами себе выбираем, что такое наше счастье, каким оно должно быть, как долго оно может длиться и так далее. Мы точно не должны себя ни с кем сравнивать, и никто не вправе нас поучать, каково, что такое наше счастье. Мы можем, если захотим у кого-то спросить совета и вообще просто поговорить, но точно критерии счастья должны быть навязаны извне. И наверное, да, иногда то, что у тебя все живы-здоровы, и ты не голодаешь, и у тебя есть хорошая работа и так далее, это уже неплохо. Меня как-то в одном интервью спросили, что такое успешный человек. Я сказал, живой, значит, уже успешный. Я продолжаю этой точки зрения придерживаться, на чем и завершу сегодняшнюю передачу. Спасибо большое. Врач-психиатр, психотерапевт Рейли Резник Мартов. Программа «Диагноз недели» до следующего понедельника. До понедельника. Радио Болткома Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров